всем привет друзья с вами снова шишкин и сегодня мы будем готовить сочный ароматный стейк для начала расскажу где я приобрел этот стейк я его заказал онлайн пришел по почте такая коробка хочу немножко об этом рассказать как вообще обстоит с этим дело то что я хотел именно стейк американский рибай и его в магазине так просто простые не купить в основном только по праздникам поэтому я заказал онлайн пришла вот такая коробка был указан интервал времени в течение двух часов три раза в день там можно было выбрать время какое и я выбрал время вечером с 6 до 8 вот после новостей пришел сейчас посмотрим что там как он выглядит это не реклама к сожалению ну давайте раскроем коробку здесь вот каталог пару рекламок и вот такой вот бокс на пластовый раскрываем его здесь ледяные охладители тема тише пожалуйста на вот полистай каталог выбери мясо для следующего стейка вот такие три ледяных охладителя все холодное все еще замерзшим на улице минус град это неудивительно посмотрим летом как это будет выглядеть и вот такой вот классный стейк 500 грамм американская говядина мраморность отличная то что я хотел цена если кому интересно за килограмм 74 90 здесь 538 грамм 40 евро 30 центов плюс доставка вошлось 46 евро вот такой вот красавец сейчас мы будем готовить и наслаждаться им первое друзья и очень важное дело приготовки стейка что нужно его довести до комнатной температуры если у вас был замороженный то разморозьте его медленно сперва холодильнике потом достать из холодильника и чтобы он набрал комнату температуру а если у вас стейк охлажденный как в моем случае то просто положите его на часа два в комнату пусть он наберет комнатную температуру тогда он будет равномерно прожариваться если он будет внутри слишком холодный начнете выжарить внутри останется сырой нам этого не нужно нам нужно равномерная прожарка поэтому сейчас кладем на два часа прогреться и увидимся через два часа друзья прошло два часа наш стейк набрал к нужную нам температуру сейчас будем его распаковывать посмотрим на него еще вблизи вот так выглядит немножко тут конечно отрезали как-то неудачно но это мы уберем нужно в общем неплохо мыть его не буду так немножко салфеточкой пусть лежит друзья я еще сделаю такую вкусную картошечку с помидорчиками как гарнир к нашему стейку она будет дольше готовится поэтому я сейчас начну с нее я уже отварил молодой картошечки возьму такую маленькую форму и и туда отварил до готовности теперь добавляю туда лук шалот просто так крупном порезанный на четыре части и один чесночок тоже крупно режем просто так теперь добавляем сюда травок немножко тимьяна немножко розмарина так мы достаточно солим и перчим и сбрызнем все это хорошим оливковым маслом так вот немножко перемешаем все отправляем это в духовку разогретую до 150 градусов примерно минут на 20 и друзья теперь приступим непосредственно к стейку нам нужно сейчас хорошенько разогреть сковороду и сильно обжарить его из двух сторон чтобы он получил аромат жареный и потом мы будем его доводить духовке такой он у нас толстенький на сковородке мы его не прожарим доведем в духовке картошка у меня уже 10 минут в духовке сейчас нагревается сковорода смазываем маслом простым не оливковым подсолнечным маслом потому что это масло выдерживает большую температуру ни в коем случае не льем на сковороду масло масло еще запечатано ни в коем случае не льем масло на сковороду поэтому будут жариться котлеты здесь нам нужно немножко маслица и все вот так вот пару капелек сковорода должна быть сухая иначе у нас не получится такой прям жаркий нам прям хорошенько чтобы он обжарился друзья сковородочка у нас нагрелась теперь уложим наш стейк и хорошо обжариваем со всех сторон надо его вертеть крутить просто положили и оставили чтобы он хорошенько прожарился так друзья прошло где-то минуты две сторона хорошо поджарилась сейчас переворачиваем в другую сторону смотрите какая красота корочка карамелизировалась жирками карамелизуется внутри будет сочное розовое мясо будем добиваться прожарки медиум прожарка медиум это где-то между пятьюдесят пятью и шестьюдесят градусами вот это наша желаемая прожарка будет сегодня сейчас нам важно его хорошо со всех сторон обжарить чтобы он был ароматный жареный кусок мяса так друзья со второй стороны тоже стейк хорошо обжарился теперь я хочу его еще обжарить с боковушек чтобы он со всех сторон был ароматный вот так вот расставить у меня уже слюни текут так эта сторона поджарилась и теперь здесь с другой стороны жирок где как раз был жирок немножко поджарим будет красота дым правда идет нужно открыть окна включить вытяжку будет немножко дымно но оно того стоит поверьте и с этих сторон тоже немножечко в духовку я убавил на 120 градусов буду доводить его на 120 градусов вообще если у вас время позволяет лучше даже вообще доводить его на 80 градусов чем менее температура тем лучше я сейчас хочу побыстрее чтобы у меня и гарнир был одновременно готов и стейк я сделал на 120 градусов гарнир мой там так же пока остается все пошел в духовочку ставим его ни в коем случае не в сковородке потому что сковородка раскаленная он будет дальше жарится ставим его именно на решетку убираем в сторону нашу картошку чтобы на нее не попадал он и ставим его на решеточку чтобы горячий воздух тут будет циркулировать и вот так проходить сквозь мяско и оно отлично будет прогреваться по времени я вам ничего не могу сказать потому что стейки все по-разному порезаны кто-то толстый режет кто-то тонкий это ты тут время никак не угадаешь есть тест на пальцах проверяется могу вам показать если он вам поможет можете им попробовать воспользоваться я могу им уже пользоваться как бы я уже не первый стейк делал покажу вам вот например берете вот так два пальца и щупаете вот в этом месте вот это вот можно сказать еще мясо сырое которое только что у нас было со сковородки медиум рель вот это вот наша желаемая прожарка вот это вот если вот так надавливаете на средний палец и вот сюда и вот так же будет мясо такой упругости это будет медиум то что нам нужно вот этот палец это будет медиум вел это уже как бы граница вот ну вот так вообще уже нельзя это уже все подошва уже стоять можно выкинуть но мы пойдем другим путем есть термометр для мяса очень он стоит немного 5 евро в листу это так и немного в общем возьмите такой термометр желаемая температура у нас будет от 55 до 60 градусов вот этот вот в этом температур берайте хотел сказать по немецки забыл как по русски вот в этой температуре останьтесь и будет ваш стейк идеальным ну теперь будем ждать я думаю на 120 градусов такой толщины минут 10-15 так друзья стейк у меня достиг температуры 55 градусов для меня это идеальная прожарка если кому-то надо больше можете больше жарить но я советую вот так если сомневаетесь лучше идите ниже градусов потому что если он немножко даже сырой будет он будет все равно обалденно вкусный но если вы пережарите то мясо испорчено и сейчас обязательно ему нужно немножко полежать минутки 3 потому что если стейк сразу начать резать после духовки у него мускулы все сжаты и с него сразу потечет сок наружу поэтому он всегда должен сейчас полежать расслабиться соки все разойдутся потом мы его сейчас будем еще приправлять и потом он еще немножко отдохнет и будет идеальный стейк тем временем я наша картошечка тоже подошла подогрелась поджарила сейчас мы добавляем сюда черри томатом побольше я люблю томаты запеченные и немножко их тоже посолим и поперчим и немножко сбрызнем их тоже оливковым маслом все духовку я сейчас поставил на 200 градусов пока мы доводим наш стейк у нас сейчас дойдут как раз наш гарнир и будет как раз одновременно все супер готово поставим ну я думал минут на 10 как раз мы будем готовы поехали так друзья наш стейк отдохнул теперь будем его приправлять как вы заметили я еще не солил не перчил я делаю это все вот так вот в конце и вам советую добавляем кусочек сливочного масла растапливаем его так добавляем в масло чесночок просто грубо порезанный розмарин веточек видите у меня она сейчас масло питает в себя все эти ароматы трах и чеснока и отдаст все это благоухание нашему стейку теперь пошел сюда стейк можно еще маслица добавить и теперь вот так вот обволакиваем этим пряным маслом наш стейк можно полить сверху профессионалы повара в германии называют это парфюмиром то есть добавлять ароматы к мясу сейчас можно его поворачивать уже сколько угодно температура у нас тут не сильно большая поворачиваем ну все я выключаю и 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 вот и и сколько еще и непосредственно тарелки потому что он час конечно не просолится так сверху нужно будет еще просолить каждый кусочек но это очень вкусно когда вот такие хрусталики соли попадают на язык когда ты берешь кусочек этого мяса не это вообще кайф так друзья наша картошечка уже подошла и наш стейк уже отдохнул как раз все одновременно у нас получилось еще приправлю немножко сверху и итальянскими травами итальянскую нотку дадим хотя он там уже есть и будем смотреть что с нашим стейком будем его разрезать вот момент истины посмотрим что у нас тут получилось ну да ребята это именно то что я хотел розовое мяско не сильно сырое хотя я могу есть его и сырое но для публики я сделал медиум как хотел вот смотрите вот такие вот сочные кусочки сейчас мы еще посолим его хорошей морской солью сверху вот так немножко перчика больше сюда ничего не надо никаких соусов шмоусов мясо перец соль ну и у нас тут травки уже были попробую не терпится попробовать кусочек у нас это просто тает во рту от мастера обалденный вкус просто сказка говядина она стоит своих денег поверьте меня так мяско я попробовал попробуем еще картошечку что у нас получилось обалденно на молек чеснок перец все оливковое масло лучок ну горячего вина красное сухое вино подходит к этому блюду нельзя лучше друзья я снимаю этот ролик в преддверии 8 марта международного женского дня я знаю что в основном и зрители это женщины что меня лично очень радует так вот я хочу выпить за вас дорогие женщины и поздравить вас с наступающим праздником и с наступившим кто как будет смотреть и хочу вам пожелать пусть в этот праздник в вашем сердце поселится радостное весеннее настроение и останется там на весь год пусть кружится голова от внимания и комплиментов мужчин пусть исполняется желание надежды и мечты пусть ваши близкие радуют вас сегодня и каждый день своей нежностью внимание заботы и любовью за вас дорогие женщины вы все мне дороги я вас очень всех люблю на одну больше всех